друзья добрый день воскресенье 3 марта смотрите как моя закваска выглядит сегодня сколько дырочек много да вот как пузырьков не дырочек пузырьков много я вчера вечером решила попробовать эту закваску отобрала немножко все равно мне надо было подкармливать и можно было часть убрать потому что она уже поднималась до верха баночки я отобрала ложки 2 и решила на этих двух ложках закваски сделать тесто посмотреть лепешку хотела испечь посмотреть как она будет подходить утром я туда я налила вечером 350 миллилитров воды и положила две ложки вот этой закваски добавила муки немножко размешала все и оставила до утра накрыла крышечкой накрыла полотенцем и оставила до утра в миске а эту закваску подкормила и тоже на столе оставила потому что еще сегодня буду кормить ее мне надо чтобы она была сильная с ржаной муки вот так вот а утром я встала в ту заготовку которую для лепешки готовила в тесто положила соль чайную ложку сахар чайную ложку добавила муки и все хорошенько вымесила и она у меня подходила это лепешка это мое тесто подходило где-то до часу дня это 8 утра я наверное сделал до часу дня подходила я ее несколько раз растягивала поднимала кислородом обогащала в общем решила что попробую испечь лепешку но на противень и не стала делать а решила сделать сковородки вот какая у меня лепешка получилось вот какая лепешка с семечками на закваске вот так вот такой донышко как барабан звенит это тесто более тугое и когда его мешаешь она такой липкая это закваска такая такую плотность теста дает я сейчас ее разрежу и покажу вам как выглядит лепешка внутри сама еще не знаю что получилось но еще рано хлеб пить еще рано но я просто решила побаловаться спичь лепешку я сейчас днем ходила в сарай отнесла курочкам золы пусть они купаются после зимы золым отнесла отнесла им белый мел у меня специально для курочки если надо надо сходить ракушку купить не купила и ракушечку для курочек надо их подкормить весной петушок там поет заводной кстати петух у нас уже другой мы поменяли петуха потому что тот петух петрович так клевался он меня один раз в ногу клюнул еще осенью меня до сих пор еще шишка на ноге представляете мне его конечно жалко было но пришлось поменять тем более свои петушки выросли в основном опять петухов было сейчас у нас петух темно-серый с коричневыми перьями и в хвосте одну белое перо такой красавчик тоже от петровича отец это петрович взял гребень красный вот эти сережки красные у него такие красивые в общем петрович как он теперь степан петрович у нас был просто петрович теперь степан петрович у нас друзья сегодня я занималась морозилками своими я решила что одну морозилку можно уже освободить я все вытащила оттуда рассортировала и в другую положила но и холодильник еще у нас холодильнике тоже три ящика морозилки есть все раз разложила и вот вытащила вишню размораживается вишенка у меня вот это вот смородина живая протертая вот к чаю а вот это вот это вот крыжовник зеленый у нас еще вытащила овощи буду сегодня тушить тоже размораживается так что ревизию холодильнике я делаю уже можно сказать сделал один одну морозилку отключила все уместилась в другую потому что нужно освобождать место скоро лето скоро первая зелень пойдет и снова будет холодильник загружаться а еще хотела вам показать свою работу вязание помните вам показывала журнал пряжу пряжа это советских времен очень грубая очень толстая казалось а я выбрала рисунок ажурный три образца связала с ажурным рисунком и ни один мне не понравился пряжа очень толстая очень грубая ты вяжешь она такая грубая прям только на носки наверно но я решила что попробую вот так вот связать еще просто на гладком изнаночном поле такие типа кос не совсем косой серединке петли расходятся но повяжу попробую как получится уже один моток полностью связала вот этот второй еще три матка у меня посмотрим не понравится распущу и буду из нее носки вязать к следующему сезону а